Дорогие друзья, я не буду произносить все, что я тут написал, сокращу до необходимого. Мы сейчас говорили о параллели к примеру современности 19-го века, откуда. Почему такой прогрессив, почему такая сложная ситуация, когда я хочу привести размышления на эту тему другого представителя 19-го века, поэтому, кстати говоря, не только что в этом здании, но и в этом зале проводили приемы. Здесь зал был немножко другой, здесь были колонны, там, 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 там. И все было то же самое, вот кроме, пожалуй, марса. Вот, а так все, все уже получилось. Так вот, что я хочу сказать, основная причина, которая была в течении проблем Росской общества и первой ученики Росской журналистике, это неразделие, неразвеченность власти и гражданской общества. Что он имел в виду? Ну, во-первых, он один из ярких из последовательных борцов за свободу слова. Но при этом он не был замечен в том, что называется, среди борцов за свободу пресса. Почему? Ну, очень потому, что вообще проблема пресса в России вытекает не из не только из состояния ремонта, но из того типа отношений, которые сложились в России между гражданской общественными уставами, когда по существу три ключевые болезни, которые не лечатся, и которые защитные защиты в пустоту углубляются. Первый из них, это заселит внешний правовой механизм регулирования чисто гражданских отношений. Желание устава управляет всем и всем. Хочу сказать, что гражданское общество понималось, естественно, в духе, когда регулировали свои холостовые права, то есть как жизнь людей, вводившую на основе, так сказать, вот графон своего борода. И с этим совершенно очевидно, что публичные проблемы, механизмы, регулированные сферы недопустимы. Что же такое журналистическая ситуация? Попытка каким-то образом довести общественные интересы, общественные проблемы до власти. Но для этого нужны другие механизмы, нужны механизмы, механизмы представительства этих интересов. И вот он видит, как фактически эти функции на себя пытаются в Конгрессе, но выполнить их не можно. Она их не может выполнить по той простой причине, что здесь непосредственно участвуют для этой решения власти. То есть отсутствуют институциональные формы представительства общественных интересов государства. Первое. И последнее, что он отмечает. Даже если небольшие какие-то региональные существуют издания, они опять-таки нагрузятся по полной табаку власти. То есть власть, несмотря на то, что она принимает закон о земстве и так далее, продолжает опекать все это полностью. Полностью управляет всеми людьми в процессе и не допускать никакой самодеятельности, она не доверяется. И вот отсюда такие поляризмы с старой современностью, мы их видим, мы видим это во многих временах. Что до этого нужно? Для этого нужен нормальный процесс представления общественных интересов. И не вина прессы, а ее педагог, что она вынуждена была эти функции выполнения. И при анализе того, что называется ратикальной русской плесы, когда, знаете, просто придется понятие литературно-казачьего, когда воевали со всеми на всех фронтах и чем-то более честных в глазах общественности. Вот это явление, и оно сейчас у нас, мы видим, если от изданий такого характера довольно радикального политического, неконструктивного, говоря, мы видим, что это, на самом деле, продукт не собственного журналиста. Это продукт заселия государственных форм регулирования государственного общества. Вот об этом я хотел сказать. И привести пример один довольно такой интересный пример, касающийся того, насколько различны в отношении менталитета наших чиновников и западных. В 2005 году Петербург и Советский дворцы проходила глобальная конференция по проблемам в России. Там все это организовывали. Приветствия Путина, 100 стран представленных, 500 делегатов и так далее. Все интересно, ну, в меру интересно, довольно скучно, а потом все расходятся на работе в сердце. Я пошел в сердце, где в СМИ и судебные вопросы. Там я зашел в частей шестом вопросов. То есть такого никто и не в сердце. Выступает, я говорил, что у нас такие плохие отношения, стресс. Они нас ругают, мы все кривали в голову. Они на кутую игру про нас пишут, и на кладе все свои сочувства кривали в голову. Она говорит, дайте мы решили выводить это положение. Мы будем зарисновать свои СМИ. Учебствовать. Начался сканал. Ей устроен стоящий уголь лучше. Понимаете, суды, которые до этого кривали головой, понимающие, что да, да, да. Значит, журналисты, наверное, какие-то бесполковые, которые напишут или так. Но стоило только ей сказать, что будут какие-то подцензурные, учрежденные, в густарском шлифте. СМИ, как ей, устроены на речью уголочку. И за полтора часа ей просто полоскальку. Она нам перерывали, что говорит, Сергей Ильич, а что произошло? Я говорю, вы знаете, вообще-то у них это, как говорится, СМИ, просто священные короны, да. Они все прекрасно понимают, что это ей собственная защита. И я хочу сказать, что хорошо, что она еще вторая страна. У нее был еще второй тезис. Второй тезис, он, вот так говоря, записан в программе инстанционной больницкой судов, о том, что СМИ, то есть суды, и был сотрудником в стиле дарствии, которые сошли до столицы. Все делились эти информации. Вот. Она потом извинилась, после первого сказала, что вот так и прям, но я не правильно понял, я имел в виду наши профильные СМИ, инстанционные материалы, то есть сугубо только для судьи и так далее, и так далее. Попытался их снять напряженность, но было видно. Причем, кстати, когда осталось, никто перейдет и Путину. Потому что это сразу все переключили. Это иклоновая болезнь такая. Никто не мог поверить, что он всегда был такой политик. Так вот, я хочу сказать, что вот этот анализ, анализ, который сделал Чечерин, он на самом деле отклонен с сегодняшнего дня. И может быть, это могло бы стать предметом более тесного сотрудничества между журналистами и философами и политологами, в том плане проанализировать вот эти вот процессы более существенные, для более существенного понимания, какова же природа все-таки независимости СМИ, какова же природа свободы словов. И еще одно маленькое замечание, дело в том, что, я не помню, в 2004-2003 году произошел теракт на дужно-три площади. Я в этот момент был в московском новостях. И выгружили оттуда два футболка из фронтетки, и выгружали куда-то уже фотографировали. Буквально через, там, час, они вернулись, они не закрывали, без фотоаппарата, а другой счастливый, со снятыми пленками и так далее. И вот теперь за мной не говорят. А я с ним говорил, кстати, поговорил, а что случилось? Да он не персонал. Он не персонал. Он начал, был возил фотоаппарата, начал помогать ей. Вот. А в состоянии, все равно, я выполняю целую профессиональность. Я за свидетельство, все эти факты. У меня есть и компонент, конечно, продал и так далее. Вот. И я считаю, что вот эти вопросы, какие-то профессионально-аналитические вопросы, на самом деле тоже, мы можем только на самом деле какие-то образы объединить, размышлениями над этими вещами. Потому что в старинном журналистике стал пониматься, не такой-то жесткой комбинации. Ну, спасибо. Спасибо.